Ты можешь иногда в 30 лет быть пыльным мешком, а в 70 быть звонким колокольчиком. У меня нет столько денег. Я сильнее, чем 10 лет назад. Я приехал во Франкфурт, закрылся в номере, отревелся там полтора часа. Я не могу тут стоять и плакать, как мальчик. Наличие живых родителей – это, наверное, один из главных принципов человеческого счастья. Это тюрьма для этих людей должна быть. Я, наверное, не против закончить жизнь свою в доме престарелых. Не против. Это страшные цифры, но я вот, например, понял, что 60 – это 20 тысяч 900 дней, а 35 – это 12 тысяч, там, сколько-то дней, а 50 – это 18 тысяч. Это такой набор времени. И вот папа мой на экране сегодня в концерте, он так с такой энергетикой подавал сегодня материал, а ему там на 30 лет больше, чем мне, там 89. И да, и нет ощущения, что папа старенький, там, нет у него. Он в это время катался на лыжах 89 лет, там, на коньках. Поэтому это у кого как, значит, вот как ты к этому дню в твоей жизни, как ты его наполняешь. Я каждый день наполняю. Видите, сегодня вот таким смыслом, завтра еще каким-то. Но смыслом максимально наполнять сегодняшний день, и ты не успеваешь осознать. Ну, конечно, есть понятие гормона, биология, все это, конечно, присутствует, в вечной жизни нету. Но ты можешь иногда в 30 лет быть пыльным мешком, а в 70 быть звонким колокольчиком, понимаете? И это от возраста иногда не зависит. Поэтому я ничего такого не чувствую от каких-то изменений или там ухудшения энергетического своего состояния или баланса. Я могу сказать только сегодня, я сильнее, чем 10 лет назад. Сильнее. И моя, у меня нет задачи, но в голове, наверное, аффирмация такая есть, чтобы через 10 лет я был еще сильнее. Я, конечно, уже привык эту композицию исполнять, и я как артист настраиваюсь. Вы знаете, у меня артист, он умеет, если ты не умеешь собой управлять, то это, главное, антистресс сценический, это основа, на чем артист держится. Вот у меня был такой момент, когда я находился в Германии на гастролях в городе Гамбурге. Мне утром звонят и говорят, у тебя умер отец. Ну, я как бы готов был к этому, отцу было почти 97 лет, и он болел. А вечером у меня был концерт во Франкфурте на Майне. И я думал, я отменю концерт или я проведу этот концерт, который ждали люди там несколько лет, как мне быть? Я приехал во Франкфурт, закрылся в номере, отревелся там полтора часа. Потом я вышел и показал всему своему коллективу, который мне там бывает рассказывает, у меня теща заболела, или какие-то проблемы, или что-то такое. Я вышел и сказал, вот я народный артист, и я выйду сегодня и покажу вам всем, что артист должен этот стресс, любой стресс уметь держать в себе. Да, можно отпустить эмоцию, но я на репетиции, когда в тот вечер, я не мог ни одного звука издать. А на концерте я собрался и дал лучший, один из лучших концертов. И посвятил, в конце концов, этот концерт память отца. Поэтому тут как-то нет, я не могу тут стоять и плакать, как мальчик. Внутри, конечно, у меня есть мурашки, я настраиваюсь, я понимаю, что это все равно акт искусства. Я тут взаимодействую как-то с родителями, день рождения, юбилей, люди это понимают. Я им объясняю, что наличие живых родителей, это, наверное, один из главных принципов человеческого счастья. Десять принципов наличия живых родителей первых. Если у тебя живые родители, ну сделай все возможное, чтобы они были счастливы. Ну вот максимально, позвони, обиходь, добавь немножко времени, энергии, настроения, потому что потом будешь жалеть. Я не жалею, я все сделал со своим старшим братом для своих родителей. Мы были очень чуткими сыновьями, но тем не менее, все равно у меня где-то внутри мог бы больше, мог бы чаще. Был три раза в неделю, четыре раза в неделю, мог бы пять раз в неделю. Все должны жить отдельно, как говорил Жириновский. Очень важно. Но внимание, тепло, дом престарелых. Я, кстати, не против, потому что иногда родителям в доме престарелых, который хорошо организован, легче жить, чем там даже с детьми. Родители начинают думать, они мучают детей, они немножко напрягают их, там, внуки. А дом престарелых хорошо, он организован, и там есть их сверстики, есть общение, этими людьми занимаются. Я вот, например, думаю, я, наверное, не против закончить жизнь свою в доме престарелых. Не против. Потому что самое страшное для родителя быть обузой. Не дай бог. Дети должны... Потому что для нас самое главное – счастье наших детей. А мы понимаем, что мы со своими проблемами, возрастом и болезнями им, как бы, доставляем некий... Но при этом я хочу тоже, как бы, на вылет. Многие артисты мечтают. Я, конечно, не мечтаю там на сцене, как бы, надо вовремя уйти. Все, кто одели красные, все близились со слезами. Их, как бы, не выбрали. Но, знаете, мне очень понравилась, во-первых, лояльность мужей Краснодара. Вот отдал самой дорогой жену, тут стая мужчин вокруг нее. А он еще все это снимал. И такой фетиш был. Ну, как бы, это и есть объединение. Мы хотим нести людям радость, но через музыку и через, конечно, юмор определенного рода. Через какое-то тепло, через коллаборации музыкальные. Кстати, Крис Дебург вдруг с Богданом Титамиром в одном флаконе. «Lady in девочка в красном» «Is dancing me» Это по-английски «ты» так прекрасно. Два языка. «Nobody девочка в красном» «Just you and Stange my» Там еще и мелодия где-то повторяется. «Lady in девочка в красном» Это вот, я считаю, и есть хор турецкого, который находит новые музыкальные решения. Не три притопа, два прихлопа. А мы, понимаете, мы наваливаемся на зал музыкальным образованием своим, а зал не готов. Зал в сегодняшнее время приучило к трем притопам и к примитивам музыкальной банальности. А мы говорим, ну подожди, но все-таки есть же консерватория, есть же музыка. Вы хотите саморазвиваться чуть-чуть? Дайте мы вас чуть-чуть усложним. Но не перегнуть палку. А то ходить не будут. Тогда только консерватория и филармония. А мы хотим в стадионной площади, но при этом быть чуть сложнее, чем два притопа, три прихлопа. Чем музыкальная банальность. Для меня это самое страшное. Очень часто у нас вот эти формулы дебилизируют население. Когда моя дочь из ТикТока в 9 лет начала вытаскивать эту чушь, которую там пропагандируют вместе со своими сверстиками, и матершину, это хамство просто. Я считаю, что просто это тюрьма для этих людей должна быть. На каком основании они засоряют мозг и уничтожают психику и нравственность наших детей? Я горжусь своими дочерьми, у меня внуки. Я горжусь коллективами своими, восхищаюсь своим женским коллективом. Горжусь, что это уникальная в мире группа. Вот Уисев Пригожин, он гордится Валерией. И он большой продюсер. А я горжусь женской группой «Сопрадо». И вы знаете, я горжусь тем, что это рекордсмен уже сегодня «Сопрано». Вы в мире не найдете. Вы забьете вот женские группы. Я рекордсмен «Спайс Герлз», 6 лет существовали. Все, бухгалтерская группа в этом составе не существовала. А «Сопрано» уже чуть-чуть 13 лет. Это значит, я так правильно там выстроил творческие отношения. 13 лет девочки сначала пришли в 20 лет. Им там за 30, и они продолжают работать. И у них еще большая перспектива. Они вчера дали в Октябрьском зале концерт Санкт-Петербурга «Ваншлаг». Октябрьский зал, второй по престижу зал в России. Вот, очень горжусь вот этим коллективом. Горжусь своим проектом, что люди не уходят от меня. Значит, я наполняю их жизнь смыслом. Не только финансово. Потому что только за деньги в нашей стране музыканта не удержишь. Ну, то есть какое-то время удержишь. Еще идеология должна быть. Жизненные какие-то, кредо жизненная, перспектива, смысл жизни. Такие очень тонкие материи. Потому что люди проводят со мной жизнь. Со мной здесь – это самое дорогое, что у них есть жизнь. И я их не могу купить с потрохами. У меня нет столько денег. У нас есть корпорации, где прикупить, купить. Есть огромные деньги в России. Со мной вот работают люди, продюсеры работают. Вот Александр, например. Я не могу его сделать богатым, но он от меня не уходит уже. Там 10 лет работает. О чем говорит? Значит, я молодец. Что-то я такое даю, какую-то идею. Заполняю его жизнь, он развивается. Вы знаете, вот это такая очень интересная штука. Есть понятие. Я не буду вам долго это объяснять. Но где-нибудь в интернете поймете. Слово эгрегор. Это печать избранности определенная. Это когда, или скажем, когда благословение Всевышнего есть над коллективом. И в сложные моменты у коллектива сразу есть защита. Вот у коллектива образовалась дыра. Образовалась по разным причинам. Хоть человек выпадает. По разным причинам это может быть. Там у нас, например, умер от ковида человек. Но, как ни странно, за два года до этого нам, ну, как будто не то что замена, но усиление этого фланга появилось. И у нас там, когда Борис ушел, у нас как бы дыры не образовалось. Ну, еще один человек 33 года проработал. Образовалась просто у него эмоциональная усталость. Или, ну, невозможность дальше работать в творческом проекте. 33 года это много. Он захотел попробовать себя еще в какой-то ипостаси. Усталость жанра. Ну, в нем лично, в нем самом он сделал несколько финансовых, коммерческих ошибок. Ему надо зарабатывать другие деньги, где-то работать в большом бизнесе. Или быть банкротом. То есть он уже начал отвлекаться от творчества. Я ему сказал, надо тогда, значит, заниматься бизнесом. Пробовать себя, чтобы не позориться. Вот. Ну, когда человек хотел параллельно две жизни. К творчеству добавить бизнес, и в этом бизнесе начал проваливаться. Значит, он освободил рабочее место. И на это место тут же появился... Не знаю, откуда он взялся. Я его и не искал даже. Вот один щелчок, и он возник. А голос у него... Знаете, так вот, закроешь глаза... Ну, Дмитрий Хворостовский. Закроешь прям глаза. Вот если я сейчас вот устроюсь здесь в зале кастинг. Закрой глаза. 99% не отличит Хворостовского от этого голоса. А мы еще доведем этого Мику, Микаэла, до состояния большого мастерства. Он только начал. Я уже с ним работаю. И мой водитель говорит, Михаил Борисович, вот я сегодня слышал на концерте. Вы в гримерке ему объясняли, как ему петь такую-то арию? Вот он все не изменил уже. Вот вчера в Воронеже спел так. Вы с ним поговорили. Он в Ростове-на-Дону спел это совсем иначе. Понимаете, у меня есть магическое воздействие на этих людей. Они мне верят. Это я знаю со столько лет, что им говорить, чтобы они становились лучше. У нас очень сильно люди здесь развиваются. Вот этот парень с его потенциалом, он, я уверен, что если он отдастся профессии, через пять лет вы даже вообще не сможете представить, на каком это уровне будет. Но, понимаете, тут такой тоже момент. Из 100% людей, которые говорят, что Рублевская Троица – это гениально, 95 не отличит подлинник от копии. Тут такая тема. Ну, природные данные. Все равно краски должны быть. Понимаете, Андрей Рублев должен быть. Ну, как бы его, из чего состоит его творчество. То есть можно копию создать. Можно, но талантливый человек должен быть. Вот это будет талантливая копия Дмитрия Ховоростовского. То есть это неповторимый, непередаваемый. Он такой вокальный бриллиант, такой Ховоростовский. Он такой один раз в сто бывает лет. Но его можно по этому клише дальше развиваться. А у него для клише есть все. Богатейший голос. А мозг мы ему вправим. Образование добавим. Ну, вот так подробно. Мне даже самому стало интересно. Сам с собой я сейчас разговариваю для вас. Что я вообще для него… Что я сделаю с ним для себя, для своего проекта. Извините за откровенность, но вот так. Карабас-барабас так и сказал. Как вот он чувствует, так и говорит. Я вообще ничего не скрываю такого. Знаете, вот люди пытаются придумать для себя некий образ, который хорошо воспринимает аудитория. Вот я для себя избрал этот Путин. Да, я иногда по красной леди хожу, чтобы никого не обидеть. Но так я стараюсь. Вот что чувствую, то и говорю. Спасибо. Спасибо тебе, Краснодар. Мы счастливы, привет, рекламы в гости. Спасибо, что вы знали. Господа! И конечно, конечно, мы. Отрогай, как хочется жить. Субтитры создавал DimaTorzok